Привет, дружище, меня зовут Шамбо и мы продолжаем хроники Мертана Архалас. Это Фолкарт и его товарищ Рольф, который был спасен в прошлой серии. Также в предыдущий раз мы с тобой собрали около 500 монет и готовы уже отправиться в город. Но есть еще пару поручений, которые нужно выполнить. Во-первых, я решил купить контакты у Вейта для Эзекиля, потому что я отправлюсь в город, Вейт тоже куда-нибудь уедет и все, эти контакты будут потеряны. Так, а это не он стоит? Да, вот, отлично. Эй! Эзекиль заметит тебя в деревне, что бы это значило. Сколько ты просишь за свои контакты? За то, что ты помог мне, получишь скидку. Вот твои деньги. Отлично, я отправлю своих людей к Эзекилю, он не пожалеет о вложенных средствах. Так, а какие доспехи ты продаешь? А, 300 монет. Это все деньги, которые у меня есть. Пожалуй, пока обойдусь. Эзекиль заметит тебя в деревне. Отлично. Я побуду здесь некоторое время, а потом отправлюсь в город. Эзекилю теперь можно рассказать о том, что будут контакты, или эти люди сами к нему придут. Нет никаких бумаг. Яйца... Да, вроде бумаг никаких мне не передавал. На всякий случай, пока далеко не отошел, давай поговорим с Эгидзекилем. Я заплатил Вейту, он пришлет своих людей. Потрясающе. Я даже не знаю, как отплатить тебе за это. Ты очень хороший человек. А как идут твои дела? Пока медленно, но я вижу здесь хороший потенциал. Покажи мне свои товары. Кольцо Кулачного Бойца. Здоровье 30. Бонус к урону заклинаний. Но я уже решил быть бойцом, поэтому Кольцо Послушника явно не для меня. Мастер Призыватель. Бонус к урону призванных существ. Как я понимаю, здесь очень сильно расширили механики игры. Сокращает количество комбинаций замков у запертых сундуков. Ладно, пока ничего покупать не будем. Денег тратить тоже не станем. Так вот, задание с Эзекилем я выполнил. Потом Бастин просил найти доски. Отправляемся в лес. Мне в другую сторону в лес. А сколько сейчас времени? 4 часа дня. Значит, сейчас пойдем в другой лес. Потому что ты писал, что за молодым кабанчиком меня ждет кто-то. Как я подозреваю, это будет барашек. Барашек, который сбежал от пастуха. Либо его все-таки сажал Фабио. Конечно, второй вариант мне не хотелось. Потому что... А как я барашков-то верну? А сейчас мы хотя бы осмотримся. Плюс до вечера осталось не так много времени. И к лесорубам сейчас идти, мне кажется, не вариант. Слишком поздно. Потом я в темноте ничего не найду. И уж тем более дороги обратно. Так, нужно найти, во-первых, молодого кабана. А молодого кабана найти еще главное не умереть после этого. Грибная трябуха 65 здоровья. Восстанавливает, а у меня всего... Ну, восстановит полностью мне здоровье. Так, у меня есть 9 болтов. Кабанчик, по идее, падает со скольки из трех. Так вот, молодой кабан. Молодой кабан больше никого. А молодой кабан на холме. А может, ты ко мне сам спустишься? Просто я не хочу туда забираться. Так, отлично. Опа. Промах. Невероятно живучий молодой кабан. Сколько же я на него болтов потратил? 6 штук. Это очень много. У меня есть еще 9 стрел. Еще один молодой кабан. А я могу этого молодого кабана как-то обойти? Так, еще один холм. 4. Давай просканируем местность. Огненная крапива. Если я сейчас найду какие-нибудь лечебные травы, я, пожалуй, их съем. А серафис. Можно будет передать нашему локвару. Еще огненная крапива. Так. Молодой шершин. Молодой кабан. Если он меня заметит, будет очень плохо. Как-нибудь бочком пройти. Да нет, он вот здесь слишком близко. А я от него не уверен, что смогу убежать. Так, а если я заберусь все-таки наверх? Кабан же... Кстати, кабан не сможет же залезть. А вот шершинь сможет залететь. Отлично. Одна стрела и труп. Еще молодой кабан. Молодой падаль. Опаньки. Меня кто-то заметил. Бежим. Вы уже держите что-то другое в левой руке. Я сейчас пытался развернуться. Значит, на клавишу меньше в архалосе другое действие. А в готике у меня был поворот камеры. Чтобы посмотреть, преследует меня кто-то? Или нет? Молодой падальщик. Молодой кабан. Еще молодой падальщик. Лук. Стрелы кончаются. А в ближнем бою мне что-то с ними сражаться не хочется. Лечебное растение. 10 единиц здоровья. Так мало. Ближе к падальщику, подальше от кабана. Но сейчас я пока никого не вижу, кроме кучи противников. Кого я здесь должен найти? Или я куда-то не туда поперся? Падальщик меня заметил. Молодой волк. Ты можешь залезть? Да. Но с другой стороны они очень медленно залазят. Только вот беда, у меня стрел не осталось. Одного падальщика я еще смогу одолеть. Возможно, мне стоило, будучи в деревне, настрогать себе стрел. Молодого волка я тоже не одолею. Молодой кабан, молодой волк. Молодой бандит. Знаешь что? У меня есть, конечно, одна гениальная идея. Чтобы за мной погнался молодой кабан, молодой волк и еще один на его брат, молодой кабан. И встретились с бандитами они трое. А там один бандит или сколько? Я, блин, я не уверен. То есть, смотри, если я сманю сейчас всех диких животных, они могут меня догнать и сожрать. Во-вторых, я могу приманить их бандитам, бандиты могут меня расстрелять. Что делать? Магии у меня кроме лечения никакой нет. Ну, еще телекинез. Лечение 20%. Как-нибудь мимо кабана? Кабан, давай ты не будешь меня замечать. Или будешь? Эй. Да, они меня хотят разорвать на куски. Ладно, пусть они попробуют меня разорвать на куски, в то время как их кабан разорвет на куски. Правда, он всего лишь один, а с той ничтожества. А, кабан, ты за мной бежишь? Я слышу, как он хрюкает. Да, он хрюкает и бежит за мной. Вот негодяй. Плохо. Нужно тогда вернуться в город, ну какой город, в зельбах, в деревне, и настрогать себе стрел. А с бандитами вряд ли у меня получится сразиться. Я им только пока пощекачу стрелами этими. Мне нужен мощный арбалет. Крестьянин вряд ли будет знать, где здесь взять мощный арбалет. Или все-таки барашек уплыл вон туда. Хотя, смотри, если барашек спрыгнул, он оказался здесь. Затем он высаживается на берег, идет, 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 начинает жрать петрушку. Какой-нибудь крестьян его хватит и забрал себе. Мельник? Ну, вряд ли. Давай попробуем слазить на второй этаж. Надеюсь, он ругаться не будет, потому что мне нужна еще мука для приготовления всяких вещей. Куча муки, но почему-то я не хочу ни один мешок себе взять. Загадка. Так, сколько времени? Семнадцать сорок пять. Скоро вечер. Скоро вечер. Я вот думаю, что ж лучше сделать. Сейчас построгать стрелы. Да, это вариант. Стать посильнее, но зачем? У меня оружия более тяжелого, более мощного нет. Давай сейчас построгаем стрелы, а потом как-нибудь постреляем этих молодых волков. И хотя бы одну стрелу выпустим бандиты и поймем, стоит ли вообще с этими бандитами тягаться. Потому что бандитов можно привезти к Гарри, чтобы торт их разобрал. Ой, а сколько у меня всего палок-то? А то я настругаю себе два-три болта и все. Шестнадцать, то есть теоретически тридцать два. Но палки еще используются для приготовления пищи. Давай десять штук используем. Да, десять стрел, отлично. Прямо как я хотел. Сейчас нужно проверить, потому что было указано десять стрел и в скобках двадцать болтов. Чего? У меня сколько было тяжелых палок, столько и осталось, не понял. Так, изготовить болты или стрелы. Переделать. А, переделать. Изготовить болты из тяжелых палок. Вот оно что. Изготовить. Использовать десять тяжелых палок. Ммм, тридцать болтов. Замечательно. Я рассчитывал на меньшее. Все, теперь можно бежать. И очень замечательно, что можно стрелы переделать в болты. Это просто великолепно. Хотя, я, честно говоря, никогда не стрелял из арбалета, но мне кажется сомнительно, что можно переделать обычную стрелу в арбалетный болт. Или же наоборот. Но, с одной стороны, стрелу можно ее подрезать, там укоротить, утяжелить. Но, как же, обратный процесс, то есть, две палочки соединить, склеить между собой, это не будет полноценная стрела. Она не будет хорошо лететь. Вообще, я думаю, при натяжении она может сломаться. Так, что по времени. Восемнадцать двадцать. Очень-очень поздно. А, может, животные будут ночью спать? Кстати, надо вернуть арбалет тогда. Животные будут ночью спать, и я как-нибудь тихо пробегу. Плюс, а вдруг ты имел в виду не этого молодого кабана, а где-то я видел еще одного. Волк. О, нет. Обычного волка я не одолею. Хотя, спасая Рольфа, я, по идее, должен был пристрелить голодного черного. Но, мне кажется, это сомнительно. Ух ты, как лагануло. Эта зона прогрузилась. Кабан. Хрюкает. Очень громко. Я не знал, что я так далеко могу попадать. Это было очень близко. Так, теперь чем мне восстановить здоровье? Я могу выпить зелье, но мне очень жалко. Темные грибы. Луговые горцы. Не лечит ничего. Терафис я продаю. Пещеру до окопа я где-то же находил? Или нет? Пещеру до окопа должна была хорошо исцелять, но что-то я ее у себя не вижу. Ладно. Едим черные грибы. Точнее, темные. Наемся грибов. Словлю еще галлюцинации. Буду охотиться не за кабанами, не за падальщиками, а за алхимиком-бодавином. Так, мясо жука. Наверное, нет. Давай все-таки два растения съедим. Ну и вот, нормально восстановили здоровье. С одного удара не должны помереть молодой падальщик. Я к тебе иду. Так, а здесь нет каких-нибудь полезных кустов, лечебная трава, лесная ягода. Нету. Но если сюда отправился барашек, то обратно он уж точно не вернулся. Его 200% кто-то сожрал. На большом расстоянии я каким-то образом попадаю. Когда противник начинает на меня бежать, я промахиваюсь. Почему? Хотя понятно почему. Одно дело в стоячую мишень попасть, а другое в того, кто бежит на тебя. Так. Пища рудокопа, темный гриб. Хорошо. Кто-нибудь из врагов здесь есть? Да, тут и есть волк. Там есть бандиты. Молодой волк. Я такого могу ж победить? Может, это и этот волк как раз сажал барашек. Промахнулся. И еще раз. А вот теперь начинается момент истины. Ну, с другой стороны, почему момент истины? Я могу выпустить стрелу и убежать. Главное, чтобы они в меня не начали стрелять. Что у них есть при себе? Драконий корень. Это интересная вещь. Это кто чихнул? Такой звук был, как будто кто-то чихнул. Бандит. Еще раз. Где тут драконий корень был? Он прямо на камне растет. Убрать телекинез. Я его в упор не замечаю, но он здесь был. Как? Как без него можно что-то найти без телекинеза? Я не представляю. Лесная ягода. Отмычка. Это у бандитов. Ну, давай попробуем. Сколько их вообще? Раз. Два. Два. Три. Два. Вроде два. Так. А нет, три. Эй. Так, они слабо бьют. Ну, с другой стороны, я тоже могу слабо ударить, а потом одним ударом чуть ли не голову отрубить. Молодой кабан, спаси меня. Молодой кабан меня не спасает. Да еще ночью бегать здесь с бандитами как-то совсем не вариант. Хотя, молодой кабан и бандиты должны встретиться в попытке меня убить и друг друга порубить на части. Но уже совсем темно, поэтому давай побежим в город, поспим. С утра пораньше отправимся уничтожать молодых бандитов и молодых кабанов. И потом за деревяхами, за досками. Сейчас я, конечно, мог бы чисто теоретически привести их к Гарри, но темно, плохо видно. Кому это надо? Да и Гарри может отмахнуться, сказать, я устал. Убивайте его, он приезжий, я его не знаю. Там, значит, нет барашка. Но мне кажется, либо его сажал Фабио, либо кто-то в деревне его украл. Потому что барашек умный, ну якобы умный, и не должен был пойти к шныгам и к диким зверям. Что там по времени? 19.50. Только 8 часов вечера и так темно. Хотя, сейчас у меня в городе часов 5 уже темно, хоть голос выкли. А тут 8. А тут 8. А я не могу себе еще какую-нибудь еды приготовить. Вдруг меня ударит бандит, и мне будет больно. Плита. Пожарить мясо? Да нет. А хотя, знаешь что? У меня есть овечье мясо, давай пожарим одно и попробуем отдать Фабио. Он просил, может он после того, как я ему передам мясо, расскажет, что он сажал барашка. Так, назад. А приготовить еду я могу что-то приготовить? Нет, 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 нет. А мешок муки? Казалось бы, я видел сотню мешков муки, но нет. Сэндвич по-крестьянски. Почему бы и нет? Мешок муки не хватает. Все. Сэндвич я, кажется, кухарке отдавал, она за него деньги заплатила. Сейчас поговорим с Фабио. Или все-таки можно? Как поживаешь? Пришел нервы мне трепать. Этот диалог уже был, поэтому второй раз озвучивать его смысла нет и тратить на это время. Побежали в лес. Я вот думаю, может мне все-таки научиться разделывать животных. 47 очков обучения есть, но у меня денег очень мало. Я сейчас заплачу за обучение и как бы все, денег больше нет. Поэтому давай как-нибудь без этого обойдемте, пока не раздобудем хотя бы тысячу монет. Ну или предметы, которые можно на ту же сумму продать. Возможно, у бандитов будет какой-нибудь сундучок, ящичек, где будет много золота. Или... Вау. Кстати, забыл тебе рассказать, что когда я переигрывал несколько серий, ну из-за того бага с куртом, я видел, как на озельбах нападали гоблины, нападали, по-моему, падальщики. Я очень удивился, потому что это рандомная активность, которой не хватало в готике. Ну не то, что не хватало, потому что могли бы хотя бы ищущие там чаще нападать или что-нибудь вроде того. Но приятно, когда мир живет без тебя. То есть ты просто проходишь, а тут бац, гоблины напали. Откуда они взялись, непонятно. Но неважно. Так, молодой кабан. Молодой кабан, он один. Он может не справиться с бандитами. Я, наверное, все-таки ошибся, когда других молодых кабанов задирал. Так, ну давай, иди на меня. Отлично. Бандиты тоже идут. И опаньки у них есть меч, и, соответственно, мне меч не нужно покупать. Лишь бы они сейчас с кабаном подрались. Ага. Опаньки двое отвлеклись на кабана. Ну, вдвоем они его за раз-два разделают. Мне нужно попасть хотя бы в одного бандита, чтобы понять, насколько они сильны. Я не понимаю, где они мечами махают. Так, кабан за мной гонится. Какого хрена кабан? Я, конечно, понимаю, что, возможно, я убил несколько твоих братьев, в отличие от этих бандитов. Но хватит меня преследовать. Да, он бесконечно меня преследует. Что я ему сделал? Отстань от меня, животные. Я слышу, как он хрюкает. Может, я заберусь сюда, и будет все окей? Или нет? Или нет? Кабан полезет и на камень. Не получилось. Не получилось то, что я хотел. А если я вообще убегу из леса, кабан за мной пойдет? Да, я слышу, он хрюкает. Тихо. Да ладно. Кабан, отвали от меня. Сражайся с бандитом. Я вон к тебе одного молодого бандита привел. Нет, он бежит опять за мной. Сейчас я еще нарвусь на бандита. Давай с кабаном дерись. Я не вижу, куда я бегу, но куда-то бегу. Бандит должен сейчас увидеть чисто кабана и на него напасть. По идее. Или ему параллельно? Бандит убрал клинок. Но я почему-то слышу постоянно этого кабана. Мне уже это хрюканье в ушах где-то. Все, тишина. Бандит убирает клинок, и я его убью. Без понятия, куда делся кабан. Вон он, засранец. Так, ладно. Молодой бандит. У-у-у. У-у-у. А, пошли до Гарри. Надеюсь, Гарри не станет у них воровать оружие. Я хочу подобрать какой-нибудь клинок. Возможно, у них ржавые мечи. Но, я думаю, получше моего топора будут. Гарри, помогай. Тут бандит за мной гонится. Да, пришло его время. Отлично, Гарри, красавчик. Всего лишь нож. 23 монеты мои. Ну, сколько смог, столько упер. Хорошо. Какое оружие на хрань? Стоп, ты что это там поищу подобрал? У него был короткий нож, я видел. Потому что он в меня никак попасть не мог. Так хорошо, одного бандита устранили. Осталось еще два. Делаем все то же самое. Потому что сам я с ними не справлюсь. Плюс критический удар пройдет. И я погибну. Зачем такое нужно? Я не герой. Пусть геройствуют стражники. Опять этот молодой кабан, который никогда от меня не отстанет. А может, если молодой кабан увидит сначала бандита, он за ним погонится? Эй, давайте по одному. Нет, по одному не получается. Либо короткий, либо средний меч у него. Ой. Не надо меня резать. Не надо меня бить. Кабан. Вопрос. За кем? За мной или за бандитом? Бандит, бандит. Эй, бандит. Да, по всей видимости, кабан за мной бегал. Если монстры только на меня так реагируют, это тогда, считаю, недоработка игры. То есть, кабаны должны на тех же бандитов нападать. Если у них представится такая возможность. А не просто меня бить бесконечно. Так, он кочергой сражался. Ничего для тебя, Гарри, нет. Это мой улов. Только у одного бандита был меч. И я от них убегал. Ну, не все рождаются героями. Мне нужно время. Раненый молодой кабан. Значит, все-таки бандит его побил. А, возможно, кабан загрыз бандита. Если кабан загрыз бандита, то... Какой у него хреновый меч должен быть? Черт. Все, чтобы он мне не надоедал больше. Так. Что, серьезно? Нет, есть все-таки бандит на месте. Но это самый сильный из них остался. Три болта потратил просто так. Ты бежишь за мной? Какой же дурной бандит. С другой стороны, он с разбега атакует. Поэтому нельзя сильно уж останавливаться. Немножко можно приманивать. Но не сильно. Ух. По затылку шмякнул. Ну, давай, спускайся. Я не хочу на тебя болты тратить. Я верю, ты сможешь. Ну, да, это будет слишком много. Ну, давай. Ну, спрыгни вот сюда. Молодец. Ай-яй-яй-яй. Не трогай меня. Гарри. Тут бандит. Гарри. Да ты что, с ума сошел? Действительно, стража. Дозорные. Кто-нибудь. Женщина. Женщина с мотыгой завалила бандита с моим мечом. Я чувствую себя полным, полным ничтожеством олухом. То есть, она спокойно себе готовила какую-нибудь там еду на кухне. Видит, бежит бандит, думает. Ах, как же они мне надоели. Вечно они приготовить себе борщ спокойно. Выходит из своей кухни, берет серп или что-то у нее в руке было. Бам, бандиту по башке, все, готово, труп. А Марвин убегал от него. Ну, да. С другой стороны, жители Зельбаха закаленные. Сильные. У них есть чему поучиться. А пошли смотреть, что у бандитов было. Больше никого живучего здесь нет. Так, я вижу темный гриб. Экстракт здоровья. Отмычка. Ммм, сковородка. И сундучок. Эликсир повышения ловкости. Бонус к ловкости на 5 минут. Опыт плюс 25. А что значит опыт плюс 25? То есть, если я выпью это зелье, я в любом случае получу 25 опыта. Но на 5 минут, скорее всего, 25 единиц ловкости. Так, волокно для тетивы. Две отмычки. Немножко золота. Основы карманных краж. Ну, как говорится, жители Зельбаха сами виноваты. То есть, они говорили, вот, прибыли новые приезжие беженцы. Они за всеми бедами стоят. Без них никто не воровал, никто не убивал. И так далее. Ну, они меня сами вынуждают. Так, посмотрим, как это работает. Карманная кража. 5 очков обучения. Ну, да, я согласен. У меня денег нет. Поэтому будем учиться по книжкам. Изучена карманная кража новичок. Изучено подкрадывание. Ооо. Так вот это очень полезно. Подкрадывание. Как понимаю, у скрытности, у подкрадывания нет уровня. Так, еще раз давай прозондируем здесь местность. Это было очень полезно. Хотя, почему у бандитов была книжка? Мне кажется, они вообще необразованные какие-то были. Сомневаюсь, что обычные бандиты умеют читать. С другой стороны, я умею. А Йорн, возможно, умеет. Ладно. Не будем так строги к ним. Ну, а что теперь? Отправляться на лесопилку 11 часов. В целом, можно ягоды гоблина. Я на них чисто случайно сейчас наткнулся, потому что вижу передо мной какой-то растеницы. Но сейчас я другой куст не вижу совершенно. Повезло. Терафис. Главное сейчас на волка не нарваться. Потому что волк, он не кабан. Он бегает быстрее. Так, допустим, мы здесь осмотрели территорию. Давай подумаем, если барашек не пошел в ту сторону, может, он пошел сюда куда-нибудь? Главное, еще не навернуться отсюда. А тут что-то есть полезное? Нет. Ладно. Я вижу шныга. Я вижу мясного жука. А я вижу гоблина. Там кто-то... Жабалют. Ох, куда меня вообще принесло? Речной мертв. Нет, ну... Я думаю, к жабалюду не стоит совершенно точно идти. А что здесь дальше по тропе? Так, дальше шныг. Может, барашек на этот берег куда-нибудь сбежал, спрятался. Эссенция маны. Экстракт здоровья. Эссенция маны. Чье-то тело. А намек. Марвин, уходи отсюда, пока жив. С другой стороны шныга я могу сверху расстрелять. Сейчас по камням, наверное, смогу залезть. Другой вопрос. А нет ли здесь за камнем шныга? Нет. А еще одного вроде нет. Так, тут ничего. Там шныг. Я же смогу залезть. Ой, не то. Эх, отлично. Что, я тоже яблоки могу подбирать? Они на землю упали. Я не знаю, чья это яблони. Так на меня еще косо посмотрел. Эй, ты. А я думал, может, про яблоню можно спросить или про барашка что-нибудь. Давай просто попробуем порасспрашивать у крестьян, может, кто-то из них видел барашка. Сейчас вот-то... А, Освальд. Дима. Почему-то я всегда путаю Ото, Освальд. Имена похожи. На букву он начинается. Украсть его кошелек будет довольно просто. Пока я не хочу воровать. Плюс, Освальд. Плюс, Освальд вполне нормальный мужик. Ладно, там Йенса ограбить, Раска. Вижу пилу. Кожаный кошель. Не помню, осматривал я эту часть деревни или нет. А ничейный дом. Лечебная трава. Подъем куда-то наверх. Луговой горец. Снепер, трава. Давай наверх попробуем залезть. Не на крышу, а вот на этот холм. Эх. Да я залез. Крестьянин. Бараны любят капусту. Если барашек знает, что здесь капуста, он должен был прийти сюда. Его мог увидеть крестьянин, схватить и отнести к себе в дом. Ну, с этой стороны барашек не пролезет. Ну, а я так думаю. Давай осмотрим просто все квартиры крестьян. Если там барана нет, я без понятия, где он может быть. Эй, ты. Три золота получен. Кстати, а опыт не получен. Вот это немножко обидно, потому что все-таки я совершаю какое-то действие. Ну да, это карманная кража. Ты кто такой? Мне он не нравится. Он ненормальный. Давай пока оставим этого странного человека с кастрюлей на голове. Так, это чей дом? Понятно, это твой дом. А это дом Дисмоса. Он туда слишком рьяно побежал. Так, здесь что-то похожее на хлев. Может сюда барашек забежал? А, Финья. Финья, ты случайно не видела барашка? Нет, ее я грабить не буду. Она хорошая девушка. Ну да, заставил меня подмести, но при этом заплатила еще. Похлебку дала. Так, мясник, ты где? Вон топор. Может, он все-таки нашел барана и сам раздел. Ой, какой неудачный кадр. Как поживаешь? Я слышал, откуда ты родом. Тебе стоило оставаться в своей никчемной дыре и не лезть сюда. Сейчас продадим мясо. У меня есть то, что тебе нужно. Вот это тебе. И грабанем его. За дыру. Где я вырос и где я должен был остаться. А, сырое овечье мясо. У меня есть, что для тебя нужно? Что тебе нужно? Нет, у меня нету того, что ему... Ля-ля-ля. Все, я заговорился. Может, серию назвать поиски барашка? И Рэми взять на превью? Так, Рэми, а давай-ка какой-нибудь удачный такой кадр. Ладно, я не крадусь. А то еще ты меня решишь побить. Что-нибудь из этого выцеплю, посмотрим. Может, вообще другое возьму. Так, здесь барашка нет. Вот тут... Не помню, заходил я или нет. Тут-то живет Дисмос. Я вспомнил. Петру я грабить не буду. Она мне ничего плохого не сделала. Фабио. Фабио я с радостью грабану. Руперта грабить не стоит. Эй! Фабио не ограбануть. Ладно. Так, предположим. Если барашек не сломал забор, он мог пройти здесь, здесь, здесь и пойти либо на выход, либо пойти вглубь. Вглубь деревни. Давай еще эти хаты осмотрим, потом максимум с охотником поговорим. Мало ли он видел, куда делся этот тупой баран. Крестьяне напиваются посреди рабочего дня. Я подумал, а почему бы не прийти в дом дядюшки Курта? Просто чтобы там пожить. Здорово, Раско. Эй! Как дела? Недавно я пришел к удивительному выводу. Алкоголь действует как магия, только безопаснее ее. Так это я уже узнавал. У него довольно-то трудно украсть кошелек. Возможно, он что-то знает или причастен к похищению Курта. Голодный шнех. Может, они барана сожрали. Какого хрена ты здесь забыл? Здравствуй, баран. Ме-е-е. Следуй за мной. Ме-е-е. Не знаю, как бараны разговаривают, но, возможно, похоже. Я не понимаю, что баран забыл здесь, в куче мусора. То есть, если бы я был бараном, а я бы либо побежал на свободу, либо я побежал что-нибудь пожрать свежее. А что пожрать свежее? Капусту. Какого черта он в мусоре здесь копается? Ладно бы его украл там, Фабио зажарил. Ладно, его украл бы Рэми. Тоже на мясо раздел. Ладно, его другой крестьянин волок. Он просто отправился какой-то мусор жрать. Эй. Будь я проклят. Да ты нашел Брюса. Спасибо. Думаю, я начну запирать загон на ночь. Пожалуй, пожалуйста, выпей за наше здоровье. Давай поторгуем. Конечно, без проблем. Репу можно купить. Сытный бульон. Как же хорошо, что пишется здесь. Какой рецепт мне известен. Иначе это было бы очень сложно. Жареные насекомые. У меня есть мясные жуки. Давай купим, чтобы отдать поварихе. Сытный бульон из объедков. Тоже купим. Ла-паштет. Ланшет хотел прочитать. Давай тоже купим. Посмотрим, что за объедки. Может, у меня как раз таки найдется. Еще деньжа подзаработать. Мои овечки выглядят такими счастливыми. Конечно. Ничего им грустить. Сытный бульон из объедков. Любое мясо, любое овощи. Лечебное растение. Ничего себе объедок. Особенности. Приготовление бульона из остатков. Лучший способ распорядиться остатками пищи складовой. Ладно. Неплохой рецепт. Паштет из объедков. Яйцо падальщика. Любое мясо, любые овощи. Никто не захочет знать, из каких остатков был приготовлен этот паштет. Но любой голодный съест его с удовольствием. 65 здоровья лечит. Так и последнее. Жареные насекомые. Мясо жука. Две штуки. Хрустящий источник белка. Который часто спасает от голода тех, кому не повезло на охоте. Я не представляю, как кухарка будет это блюдо подавать Альбину. А с другой стороны, может она просто сама попробует и решит. Это стоит ему подать. Это не надо. Давай сейчас все приготовим. Еще денег получим. И, наверное, в следующей серии отправимся за досками. Марта, ну Марта, ну отойди. Мне нужна плита. Эй. Практически невозможно. Марта, мастер ловкости. Уже используется. Я очень удивлен, что она на меня не наорала. За то, что ее отвлекают работы. Где-то я здесь видел сковородку. Ну или можно добежать до дома Курта. Хотя, может, на сковородке-то нельзя готовить. Или можно. Побежали. Разберемся на месте. Хорошо. Главное плита цел. Приготовить еду. Амбульон из обедков. Одну штучку, пожалуйста. Назад. Паштет из обедков. Ух ты, сколько у меня яиц падальщиков. А кто их тогда просил? Бастиан? Или Виктор? Я что-то подзабыл. Так, паштет я готовил. А где... Жареные жуки. Паштет из обедков. Яичница. Рыбный суп с травами. Шлык из крысы. Мясная каша. Рыба в уксусе. Жареные насекомые. А-а-а. То есть, мне их сначала еще пожарить, потом готовить. Ладно. Пожарить мясо. Собственно, и где? Мясо крысы? Мясо кабана, мясо падальщиков. У меня же были мясные жуки. Или я должен сначала научиться их еще жарить как-то по-особому? А-а-а. Понято. Я их потратил. Куда не знаю. Ладно. Ну, в любом случае, семь монет. Не так много. Великолепный путь. Нужно просто подождать. Что это вы здесь замышляете? А дядя Корт молчит. Как же меня пугает его молчание. Потому что если переигрывать все эти серии, это очень-очень много. Как с тобой поговорить? Я не хочу брать ножи. Эй, Джилл. У меня есть то, что тебе нужно. Вот тебе паштет из объятков. И вот суп. 40 монет в обмен на 10. Я считаю, что это очень выгодно. А теперь. Сколько у меня денег? 348 монет. Так как в следующей серии мне придется бежать. Бежать к лесорубам или на какую-то вышку. Давай сейчас все-таки купим карту с обозначениями, где что находится. И прикинем, какой будет маршрут. Карту, по-моему, продает или Виктор, или Бастиан. Бастиан, тебе яйца были нужны еще? Эй. У меня есть то, что тебе нужно. Вот, это для тебя. То есть он бесконечно их покупает? Если да, то хорошо. Покажи мне свои товары. Так, карта Острова Архалос. 100 монет. С обозначениями тоже 100. Не понимаю, почему одинаковая цена. По идее, за дополнительное обозначение должна заниматься дополнительная плата. Это что было? Это был мисклик. Зильбах с обозначениями. Карта деревни Зильбах. Если я купил лишнюю карту, это действительно был мисклик. Черт. Но Зильбах мне лишняя карта не нужна. Я сейчас за 4 монеты не стану ее продавать, потому что мало ли кому она понадобится. Блин, я столько денег потерял. Ах, ничего не поделать. Смотрим карту. Понятно. Так, Зильбах, где ты находишься? 6. В центре острова. Мы прибыли с побережья. Если идти по дороге, можно выйти на побережье и там еще что-то делать. Город находится на севере. Так, а где находятся лесорубы? Вообще, куда мне нужно пройти? Уплата долга. Маркус дал несколько советов о дорогах. Сигнальная башня и лагерь лесоруба. Так, и где они? Южные ворота, виноградники. 11. Это, мне кажется, очень сложно. Лагерь лесорубов. Так, а другое башня? Башню что-то я не наблюдаю. По описанию. Есть какой-то виноградник Риты. 7. Виноградник Валерио. Вот он ближе всего. Чисто так визуально. Монастырь. Монастырь мне вряд ли пустит. Интарное побережье. По ощущениям, это очень большая карта. Чем можно сейчас заняться? Давай сбегаем, помолимся Инносу. Чтобы восстановить здоровье. Плюс получить какую-нибудь характеристику халявную. Но остальном мне осталось искать брата и помочь Бастиану. И можно сейчас поговорить с тем сумасшедшим с кастрюлей на голове. Если он, конечно, не сбежал. Нет, сидит на месте. Говорить с ним мне что-то даже не хочется. Потому что кто знает, что у него в голове. Нельзя? Ну, ладно. Эй, путник. Вижу путешествуешь в одиночку. А где в одиночку путешествовать опасно? Не беспокойся. Я помогу тебе. Это кто-то вроде Мада. Но мне кажется, у него должен быть какой-то безумный голос. Потому что... Ну, какой еще нормальный человек оденет эту кастрюльку на голову? Ну, мне бы не помешал попутчик. Отлично. Я буду твоим хитом. А когда мы будем с кем-то слазаться? Ну, просто весело драться, понимаешь? Когда-нибудь. И не думаю, что ты пару боев переживешь. Хотя, кто знает. Люди в Зельбахе закаленные. Обычные домохозяйки убивают с одного удара бандитов. Поэтому, кто знает, что это за кастрюлька такая. Опусти, Алузия. Но это и не так глупо, как Казасе. Я при нем достать оружие теперь не могу. Давай его отведем к Шныгам сейчас на обратном пути. Посмотрим, как он будет сражаться. Статуя Инноса. Там черепахи. Не хочу с ними связываться. Крыс новых не появилось, правильно? Правильно. Да хватит уже орать, кастрюлька. Скажи, как ты здесь оказался? Хотя не надо. Я сам догадался. И как же? Пятьдесят монет для меня сейчас дорого. Давай десяточку. Иннос, пожалуйста, даруй мне силу. Или даруй мне возможность найти своего брата поскорее. Здоровье на единицу. Ну, тоже, наверное, неплохо. А когда орки нападут на нас, я хочу драться. Я запросто могу одолить пятерых. Хотя нет, дашь десяток. Голыми руками. Кастрюлька, сейчас мы будем сражаться с маленькими орками, которые живут на болотах. Их зовут Шныгами. Попробуй их одолеть. Я посмотрю на тебя. Ох, он на меня сейчас будет орать. Опусти оружие. Мне кажется, как только он увидит Шныга, он просто сбежит. Ну, если что, я приведу Шныга к охраннику, к дозорному. Сорняки, почему бы нет? Шныг меня увидел. Да ты дурак! Не кажется ли тебе, что порой зыдь слишком проста? Думаю, можно сделать ее куда сложнее. Потому что скучно, когда твой день такой же неприхотливый, как сражение со снайпером. Слишком просто. Уйди, дебил! Я сейчас очень беспокоился, что этот Шныг начнет меня жрать, пока он со мной говорит. Так, Шныг меня кусает. Ух ты, Шныг! А что ты такой быстрый? А Феликсу вообще параллельно. Ага, то есть Шныг задрал кастрюльку? Ну, это, как понимаю, отсылка к Маду, но он, как минимум, меня нервирует тем, что требует... А я мог с ним поговорить. А я не сохранялся. Кастрюлька, извини, возможно, я мог тебя отпустить, чтобы ты занимался своими делами, готовил ужин, готовил завтрак и обед, но ты сам выбрал свою судьбу, решил убивать орков. Ты, в любом случае, он немного ненормальный. И, соответственно, в обычной жизни он мог бы тоже какую-нибудь хрень сотворить, поздорить с кем-нибудь в деревне, подраться, просто удариться, умереть или еще что-нибудь. То есть, в любом случае, жизнь для него закончилась бы неудачно, как мне кажется. Такие люди опасны. Ашных. Я вижу, откуда я тебя расстреляю. Луковая ягода. Главное, чтобы на этом уступе никого не было. Эх, не запрыгивается. Сейчас достреляем шныгов, посмотрим, что они там прятали, и тогда остановимся. Ох, елки мешаются. Главное, еще не навернуться к шныгам. А я отсюда попаду. Эй. А жабалют. То есть, тут за водопадом что-то еще есть? Ах, хорошо. Я запутался в елке. Главное, чтобы меня жабалют не заметил. Шныг за мной, как понимаю, побежал. Не знаю, куда он делся и знать не хочу. Давай оставшегося достреляем. Опаньки, достреляли. Тридцать болтов кончились. Шныг за мной бежит. Ух ты. Даже два. Феликс. Феликс, отрабатывай свое пиво. Или ему параллельно? А нет, шныги решили пожрать кастрюльку. Шныги решили пожрать кастрюльку. Ладно. Надо вас как-то приманить. Эй. Смотрите, свежая еда. Ай. Феликс, спасай. Молодец, Феликс. Ты застрял. Раз, два, и готово. Ай. Не раз, два, и готово. Но со шныгов я же ничего не получаю. Но я получил территорию, где нет шныгов. Соответственно, я могу подобрать то, что они там охраняли. Сейчас давай осмотримся. Как я понял, мне сюда придется еще потом вернуться. А с жаболюдом пока я не хочу мериться силами. А речной мертв. Кожаный кошель. Может, вот что здесь Вильям решил найти. Так, крыса. Кожаный кошелек. Ах ты, хитрый баран. Он деньги здесь припрятал? Или нашел чью-то нычку? Так, мертв. Крапива. Может, если подойду поближе, что-нибудь расслепую. Нет, ничего. Где эта крапива? Ладно, давай возвращаться обратно. В следующей серии мы с тобой отправимся в поисках деревья, в поисках дров, в поисках досок. А я думаю, на сигнальную башню, потому что лагерь лесорубов уж как-то далеко. Но на сегодня это все. Так, спасибо тебе за просмотр. Если понравилось, ставь лайк, оставляй комментарий. Подписывайся на канал. Спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok